Солнце поднимается высоко в небе, поэтому дни длинные. Земля получает много тепла. Небо голубое, лишь кое-где небольшие облака. Дожди кратковременные, тёплые, часто бывают грозы. Усенью солнце поднимается не так высоко, дни становятся короче, чем летом, поэтому и холодает. Небо, затянутое облаками, кажется низким. Температура воздуха понизилась, ясных дней почти нет, постоянно облачно или пасмурно. Снега нет, но утром земля, трава и крыши домов побелели. Это иней, значит, на улице заморозки. Над рекой, озером, прудом всё чаще зависают густые туманы. Поздней осенью во всём чувствуется приближение зимы. На водоёмах происходит ледостав. Реки, озёры, пруды покрываются льдом. Птицы заранее узнают о приближении трудного голодного времени. Перелётные птицы замечают, что дни ближе к осени становятся короче. Это и служит им сигналом – пора в дорогу. В нашей стране особенно распространены так называемые речные утки – кряквы, которые обитают на берегах пресных водоёмов. Именно они издают знаменитое «кря-кря-кря», знакомые нам с детства по сказкам и рассказам. Начало отлёта совпадает с первым понижением температуры окружающей среды. Начало осени, сентябрь или октябрь – пора, когда у нас над головами пролетают косяки диких гусей или утиные стаи. Цапли – это высокие стройные птицы, торжественно вышагивающие на длинных ногах с тонкими лапками. Окраска может быть сизой, серой, белой, бурой. Длина её тела – от клюва до конца хвоста – 95 см. Цапли – общительные птицы, они держатся стаями при гнездовании и перелётах. Живут возле рек и озёр. Стрижи похожи на ласточек, но отличить их можно по более узким крыльям, по менее манёвренному полёту и по быстроте. Есть ещё одна интересная особенность у стрижей – они могут спать в воздухе. Причём не пару минут, а по несколько часов, кружа высоко в небе, изредка пошевеливая во сне крыльями. Утром они просыпаются и приступают к своему обычному делу – начинают ловить насекомых. Летом часто можно увидеть небольших птиц, неутомимо летающих над огородами, садами, газонами. У них раздвоенный хвост и острые длинные крылышки – это ласточки. В тёплых краях с умеренным климатом ласточки ведут оседлый образ жизни. А если климат холодный, то на зиму птица улетает на юг. Миграция для перелётной птицы – процесс тяжёлый и даже опасный для жизни. Уменьшение продолжительности дня, похолодание, первые заморские появления иния, последняя гроза, затяжные дожди, густые туманы, первый снег, ледостав – это осенние явления в неживой природе. Увидание трав, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, отлёт перелётных птиц, исчезновение насекомых – это осенние явления в живой природе.